Поставили собакам попить Ребята, сейчас лето, жарко Ставьте собакам попить Потому что они часто не могут найти воду И ходят Просто иссыхаются При первой возможности Обрезали баночку, налили воды И ставьте Они будут приходить пить Здравствуйте, дорогие друзья Мы в Мост-Сити И здесь проводятся какие-то конкурсы Посвященные премьере мультфильма Ледниковый период Какая-то там часть В общем, новый ледниковый период И тут сейчас почему-то разыгрываются А мы все время выигрываем В таких конкурсах Надо попробовать попытать счастье Отлично, хорошо Рассказывать загадку в последний раз Вам нужно внимательно слушать мне слова Договорились? Плывем на большом корабле Вдалеки видим маяк Знаете, что такое маяк? Да Отлично Мы с моими друзьями смотрим на маяк правым глазом А вы все вместе смотрите лево Маяк то потухнет, то погаснет То маяк увидит первый Почему? Почему никто не увидит? Смелее, смелее Маяк не горит, никто не увидит Отлично, первый билет получает на спине Похлопаем погромче Держи И еще один Что-то я сегодня слаб по части загадок И похлопаем билетом погромче Спасибо, что гадает на спине И так пойдет, чтобы платится билет И отправляемся с заседом Вдруг за ногу Вперед! 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 Все вместе Вперед! В команде марш начинаем Готовы? Да Отлично На старт Внимание И марш Закадим вперед А мы друг друга Готовы к семье? Держи На первое На второе Я в круг становилась и меня поднимали. А ну давай. Мыльная опера просто. Ну как, мокро, мыльно? Да, мыльно. Пахнет шампунем. Помыли за дно. Сейчас присядем, чтобы нас помассажировали бесплатно. Сзади какая-то штука ходит. Что-то меня колбасит не по-детски. Ой, 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 ой. Давно мне никто массажик не делал. Прямо какими-то железными клешнями кто-то мне массирует. Боюсь, как бы мои толстые бока не увязли в этом во всём. У меня сиденье вибрирует. У тебя вибрирует сиденье? Не, не вибрирует. У меня сиденье не вибрирует. А что, мужчин тоже, я знаю, массажирует там. Ой, я сейчас низ спины. Что-то грыжу, что-то грыжу. Раз тревожили. Передвину эту штуку ещё ниже. Отличная вещь. Такая подушечка с массажёром. Люблю, когда что-то рекламируют, проводят акции. Всегда бесплатно получаешь эту услугу. А сколько стоит эта подушка? 3000 гривен. 3000 гривен, tunesит массажная подушник. Т.е. прямо сел в машину и массажируешься. За мне машину можно — она расслабляет. Да. Можно мне ее обратно поставить? За счет мышц спины. Даже выше. Где-то ближе к шее. Вот это шейный отдел. Вот такая еще штукенция есть. А какой принцип действия этой штуки? Принцип действия это вибрация и инфракрасное излучение. Ага, вибрация инфракрасная, да? Такая дрожалка. Мне нужно делать, опять же, почий массаж и прорабатывать вот такие вот соглашения. За счет того, что прокрасим, да, аж ищет. Да, аж ищет. Опять же, у меня нет целлюлита, да? У меня есть 5 горбучек, а маленькая прянка, он забирает. Ой, вот не на деле. У нас на поясничье. Говорит, я поиск рожан. Видите, вот. Сколько стоит? 3,5 тысячи гривен. 3,5 тысячи, то есть дороже, чем та? Да, если будешь накладывать, никаких сверху не стоит. Давай я тебя поснимаю. Вы знаете, что к нам можно походить в сиансе? У меня тоже сеанс входит именно в постепенно. Не зажимай, тут просто микрофон. А сейчас там бывает без сито? Естественно. Смотрите, в каждый сеанс входит массаж на этом оборудовании. Программа на папку. Здесь я иногда делаю лимон. Можно смешивать коктейль. Можно смешивать лимон. Я весь вибрирую. Можно смешивать. А сколько стоит сеанс вот этой вот штучкой, если бы? Это входит в каждый сеанс. И на порошке, вот как мы сидели на такой накидке, ну, поняли, да, что здесь фибромассаж светодица, что не только для светодичковой нервоной телевидцы тоже надо. Трактористам за это дают бесплатно молоко, за вибрацию. Вау! Сколько? А, так это недорого вообще, для такого массажа. Я чувствую, как у меня выпадают пломбы из зубов. Так, осторожно там с позвоночником, а то у него там проблемы. Нет, все хорошо, только сотрясение мозга сейчас. Нет, нет, не будет. А живот, можно ему ему живот разбить? Не надо живот. Надо, надо. На святое замок. Смотри. А лицо, можно ему разбить? Один живот. Где там второй? Не положено. Это 60 гривен один сеанс, правильно? Ну, это можно и прилипсилищие. Если вы сновиды облетаете, то вы слышите. То есть, если вы сновиды облетаете, то найдите вибрацию. Да тихо. Вам дается полноценный курс в рамках. Что вы делаете, девушки, подарок? Я смотрю, что она в наш комнат. Вот, 300 гривен на 14 сантиметров. Это такие процедуры, расслабляющие. Класс. А у меня, как раз, день рождения буквально на днях. А мне сейчас его все напоминают. Приходят какие-то смс-ки с разных магазинов. У вас там скоро день рождения. Откуда они знают? Я вибрирую до сих пор. Что она такое рассказала? Увидели Кашуню, решили подкормить. Кашуню нас боится. Ася, кинем туда куда-нибудь. Она не может ничего съесть. А теперь и пожрать им дали. Дай ей персонально. Купили такие блоки мороженое куриных крылышек. Отвлеките всех, я буду ее кормить. И дали собакам еды. Собакам-барабакам. Тихо. Мое. Это рожь. Ася, ты смотри, чтобы он тебя не укусил, этот барбос. Это похоже... А, тут... Оно вообще туповое. Оно, блин, оно вообще мёрзло. Такое. Ну ничего, размёрзнется. Сейчас такая жара, что... Нет, тогда пошло размёрзло. На, тебе собаку. Надо вот и дать в художник. Да я согласна. О, смотри, тут серая собака утащила целый блок, Ася. Это была идея Кани Айс, если честно. Надо было дать всё-таки разморожить. Ну ничего, её найдут. Её найдут. Уже после того, как она всё сожрёт, это будет... Не это вот. Ну, значит, её сожрут вместе с курятиной. Я сейчас на набережной. Это та её часть, что возле института физкультуры. И вот это места моей юности, где я с 16 до 20 лет работал на берегу на постройке яхт. И вон видна яхточка. Вон она. Синего цвета. Вон две буквы. АТ видно. Это последняя буква от слова карат. Вот такая мачта у неё. Вот это та, которую я строил. Мы довели до конца её строительство. Там была ещё одна такая. Вот эта яхта, она 13, где-то с половиной метра в длину и где-то 3,5 метра в ширину. Вот она закончена. И с тех пор, с 90-х годов успешно плавает. Ходит. То есть, как мне говорили, плавает только дерьмо. А вторая яхта была 22, по-моему, метра в длину и где-то 5 с лишним метров в ширину. Но её, по-моему, так и не закончили. Хотя, может, потом закончили. Ну, вот это моя яхтуля, дорогая, которая на ходу, которая совершает прогулки платные. Вот так. Приятно, когда есть что-то законченное, то, что ты сделал своими руками. Я решил попроситься на территорию, чтобы поближе рассмотреть, снять мою яхточку. Ну, новые хозяева туда, естественно, никого постороннего не пускают. И охрана сказала подождать какого-то человека, который, видимо, может позвонить хозяевам и спросить. Я сказал, что я её строил с 91 по 95 годы. Ну, вот. Ну, если я дождусь этого человека сейчас, пока тут мою машину неподалёт, то покажу вам я, то они не дождусь. Просто верьте мне на слово. Вот такие сейчас цены на заправках на бензин, на дистоплива. Вот тот, что 24,99, ну, 25 гривен, это нормальный 95, как бы, которым можно заправляться. По 24 гривны я бы не заправлялся. Ну, вот и представьте себе. У меня бак 60 литров. Мне надо 1500 гривен, если я не ошибаюсь, чтобы полный бак заправить. Вот. Вот. Жрёт у меня литров 15 на сотню. Да, прожорливая машинка. Ну, что поделаешь. Вот представьте, полторы тысячи. А зарплаты предлагают по 3-4 тысячи. То есть это на 2-3 заправки бензином. Вот такое время, вот такая страна. Вот там сейчас ворота на замке. Никого постороннего не пускают. Даже если человек не совсем посторонний, то всё равно не пускают. Вообще вот эти годы, 90-е, особенно средина 90-х, это для меня было, наверное, самое счастливое время в жизни. Ну, одно из самых счастливых времён. Для кого-то 90-е это были очень суровые, трудные годы. Для моего папы это тоже были трудные годы. Он тогда стал серьёзно работать, зарабатывать серьёзные деньги. Организовался кооператив, он там стал участвовать. Вот. Ну и в то же время хорошие годы. Тогда у меня появился первый компьютер в 91-м году. Тогда же в 91-м я начал работать здесь на берегу, в Днепре, в Днепропетровске. И тогда строить эту яхту. Так хорошо на берегу. Несмотря на то, что рядом дорога, там как-то такая странная звукоизоляция. Может потому, что тут такой барьер. Вот это, кирпично-бетонный. Поэтому звуки не так доносятся. И когда сидишь там на бережку, что-то подраил, что-то почистил, что-то там поделал на яхте. Деталь какую-то пополировал, допустим. Посидел там, отдохнул, почитал книжечку. Милое дело было. Работать на яхте. Счастливые времена. Так, ну в общем, не дождался я этого человека. Не будет его. И не пропустят меня посмотреть на мою яхточку. Ну ладно, буду на нее любоваться издалека. Что ж поделаешь. Моют мою машиночку. Дравят, чтоб чистенькая была. Вот такое тут помещение для тех, кто моет свои машины. Чтобы можно было подождать, посидеть. Особенно в жару и в холод. Это очень технично. Диванчик и два стула. Журналы и телевизор. За деньги, документы, личные вещи, оставленные в автомобиле, администрация ответственности не несет. То есть, ребятки, надо понимать реалии наши и все забирать с собой. А теперь, ребята, рассказываю как есть. Относительно моей яхточки, яхты. В общем, в 90-х годах мой папа был банкиром. Был совладельцем банка украинского. И наш добрый дедушка Кучма, тогдашний президент, сказал всем банкам в одночасье, давайте, ребята, делитесь. Если не поделитесь, будет вам нехорошо. Ну, часть банков поверила и поделилась. А банк моего папы, в лице совладельцев банка, решили, что можно жить по закону. Можно бороться за свои права в нашем правовом государстве. Поэтому они подали в суд на налоговую полицию. И выиграли два суда. Те им инкриминировали неуплату налогов. Ну, в общем, все как обычно. Они выиграли. Банк выиграл. Вот. Третьего раза выиграть не предоставилось. Пришла налоговая, всех повалило на пол. Автоматчики, все дела, всю бухгалтерию, все компьютеры изъяли. Вот. И кого успели, того просто так посадили в тюрьму без предъявления конкретных обвинений. И вот так там некоторые люди просидели по полтора года, по три года. Вот. В это время моим родителям удалось вовремя уехать и какое-то время жить за границей. Потом посаженные люди вышли на свободу, им так и не предъявили никаких обвинений конкретных, никого не осудили. Просто они сидели просто так. Вот. Никому сроков реальных за что-то конкретное так и не дали. Были суды, пересуды. И вот, значит, вот эта яхта принадлежала банку. И в связи с тем, что мой папа был совладельцем, я, соответственно, был и остаюсь, собственно, прямым наследником. И как бы имею прямое отношение к владению этой яхтой и другим имуществом банка. Которая была разграблена, растащена просто тогда налоговой их родственниками, их кумовьями, знакомыми и так далее. Распродана по дешевке, в общем, разграблено все имущество. Таким образом, теперь моя яхточка, яхта, на которой я мечтал ходить когда-то по морю, по океану. Она благополучно осела в чужих руках. И сейчас я на нее смотрю со стороны. Все остальное имущество, естественно, так не могу отследить. Какие-то там множество машин банковских, какие-то недвижимость там и так далее и тому подобное. Вот такие дела, ребята. В таком правовом государстве мы жили и на самом деле все еще живем, если смотреть правде в глаза. И когда конец край этому беспределу будет, пока не знаю. За это нужно бороться. Собственно, за это стоял Майдан. Даже два Майдана. Но пока существенный подвижек в плане прекращения. Хотя на самом деле нет. При Януковиче это был полный беспредел. Так что сейчас, в общем-то, в этом плане уже лучше. При Ющенко получше было, чем если бы мы выбрали тогда Януковича. И сейчас, когда мы свергли Януковича, то уже получше. Как бы нет такого беспредела, такого передела власти. Но все еще есть беззаконие со стороны верхов наших. Так что нам еще бороться не перебороться. Единственное, что жалко, жизнь протекает сквозь пальцы, утекает. И как все было в моей юности, так все и остается. И я не верю, что когда-нибудь во время моей жизни, моего существования здесь что-то существенно изменится. Так что при всем моем патриотизме и любви к родине, я не настроен слишком оптимистично. У меня нет розовых очков. У меня обычные очки с диоптриями на глазах. Вот так, ребята. Такая история. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова